Снова всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и мы продолжаем завоёвывать мир в 7th Civilization 6. Греция, большая карта, игра на десятерых, и мы уже практически поставили на колени Рим. Я даже не знаю, стоит ли дальше захватывать его города. Может имеет смысл развернуть армию, переплыть речку и напасть на Норвегию? Вот тут прям столица Норвегии будет у нас на пути вообще без проблем, и по-моему должна браться. Но самое интересное, что мы пока не можем вот просто так захваченными городами заниматься. То есть, я так понимаю, Рим должен мне их отдать. Видите? Он должен уступить Анции, уступить Рим, уступить Дуракорум и уступить Аквилею. А Медиалан, Лукдунум и Равенну, я думаю, мы ему оставим. Правильно? То есть, мы всё самое вкусное захватили. Хотя, знаете что, давайте глянем, что там ещё у Кум. Тут же вроде нету никаких чудес. Это район коммерции. Чудеса у нас вот. Ая София стоит, я так понимаю. Да, собор Святой Софии. Причём уже с миноретами сразу построены. Немного, чтобы мусульмане не возмущались, что он без миноретов. Сен-Микеле. Вообще, по-моему, бесполезное для нас чудо крит. Надо посмотреть, Ая София. Полезный ли собор Святой Софии? Что он даёт? Миссионеры и апостолы могут распространять. Ну, в общем, тоже на веру. Откровенно бесполезное. Тоже нам чудо. Рим зачем-то строил все чудеса на веру. Ну, оно есть. Давайте оставим. Значит, у него ещё Лук Дунум. Вон там. Фиг знает где. Кумы. Может, всё-таки Кумы захватить. И тогда уже мир заключать. Ладно, давайте Кумы захватим. Так, авиация. Будетельное изгорание откроем. Из Дарукторума давайте, наверное, в Афины отправим. И социальный институт. Социальные сети. Вот, прикольно. Ещё плюс 10% за каждый город государства, всё зереное, у которого вы являетесь. Кстати, вон у меня три посла есть. Так, во-первых, мы перекупим Кабул. Два. В Кабул надо. Отлично. И Вильнюс, наверное. Ага, до Вильнюса один голос не хватает. А Преслав я не стану. О, я лучше Преслава стану. Сюзерианом. Отлично. Так, Кабул объявил войну Трояну. Риму нужна еда. Писатель, мы можем захватить, или он умрёт? О, писатель умер. Печалька. Кстати, а тут с шедеврами в Риме, в храме, философский камень. И всё? И всё. О, стоп. Рабочий же не чинит эти. Ясно. Районы не чинятся. Потом поселенец уже римский. Так, этот чувак, пускай, полечится. Ага, тут пройти невозможно. Ну, ладно. Ну, блин, хрень. О, повышение до рейнджера. Это надо сделать, кстати. Так. Мастерскую. Акрополь построен. Центр коммерции, что ли? О, блин, тут плюс три будет. Тут уже просто ферма. То есть я, в принципе, могу здесь... То есть тут не вырубаются какие-то леса. Отлично. Давайте. Так, время починка амбара. Кабул вынужден объявить войну Риму. Ну, хочу... Захвачу кумы. Хочу уже выйти в танки тут. Еще и нефти. Хочу в самолеты выйти. И можно будет еще на норвежцы идти. Может тут... Обалдело. Просто хочет... Ресурсов, чтобы я ей дал. С барского плеча. К сожалению, у меня самого мало. Самому не хватает. Извиняй. Извиняй, Тамирис. Тамирис. Так. Ну, я думаю, тут нету смысла... Давать сейчас промоушены юнитам. Подойдем к кумам. Так, а вот этому можно дать промоушен. Смотрите, у них вот какие-то другие, ну, хреновые дороги. То есть они не проапгрейдились в те дороги, которые... Которые в нашей стране. И как-то ими не очень классно пользоваться. Так, разведчик грейдится до рейнджера. И что этот рейнджер делает? В чем его? Кайф. Быстрый разведательный юнит промышленной эпохи. Три очка перемещения. Еще и дальнобойная мощь. Ну, не знаю. Ну, не знаю прямо. Так. Довольство в минус пошло. Что, развлекательный комплекс построить? Фига себе. А почему только Акрополь тут возможен? Он что, только на холме строится? Банк починка, библиотека починка. Походили. Так, это все надо в городе чинить. Все в городе, в городе. Селитра. Селитра. О, началось. Почему он с меня деньги за ход требует? Я не понимаю. А, он просто хочет мне еще города какие-то отдать. Так, он так этим мечом балансирует. Как будто хочет мне в лобешниками заехать. Блин, опять нам модул переманил кто-то. Сейчас перехватим караванчик. А тут дорога есть. Тут дорога. Не, или есть. Есть дорога. Так, пускай он автоматически исследует. Плюс одно удовольствие. Давайте еще плюс одно удовольствие. в спарте тоже арену банк починим ну сейчас такая муторная уже знаете такая игра пошла я считаю что я тут уже победил откровенно то есть я не знаю норвей из варианта что типа норвегия религии но уже нет а помощи и развитию я явно превосхожу все остальные державы а так как я еще и играл так знаете множество всяких слишком изменились со времен нашего детства что с ними не делай все сводится к двигателю внутреннего сгорания у нас колос на нефти стоит забавно смотрите и сразу похоже если чудо стоит на ресурсе то она сразу добывается афины два довольства давайте тоже арену построить везде построим для счастья что-нибудь так тут и довольство и счастье есть тогда давайте амфитеатр здесь фабрику починим развлекательный ком сейчас он полечится умеет а хотя лучше я ему обдан а может уже не сетях и давайте мы поведем этих юнитов плыть к норвегии согласны да я думаю что мы уже вот этим что тут есть захватим так это кай лечится все следующий ход блин мог караван разграбить у меня право прохода 8 6 золота вход и 7 до что-то ты чувак маловато предлагаешь прямо тебе скажу это видео традиционно вышло при поддержке 2gis странно что многие думают что 2gis это просто навигатор или карта городов нет там много полезной информации например думаете в какой ресторан отправиться 2gis показывает отзывы из for square и flumpa чтобы вы сделали правильный выбор так что рекомендую зайти на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы так арена построю начну с одно удовольство думаю биржу нам нафиг надо чудеса нам нафиг на давайте армию просто строите все мощи в ближнем бою 80 а у пехотинцев 70 да лучше пехотинцев нам там близко высадится надо к этому же три планы построиться шо нам еще время починить надо арену блин медиалан так поплыли что я не пойму это что тут законе плавают около меня так почему рейнджер который отправлен на автомате исследовать территорию в второй ход стоит на месте по-моему тут автоматической целью территории не работает да блин что вы мне все отбираете статус сюзерена совместная война стомились они мне за это не извини мне стомились не с руки я пойду с норвежцами голоса голосовать воевать кумы только возьму и сразу воевать стомились пустяком отвлеченные от пустяков я не буду менять политический курс оставлю все как есть дополнительное жилье требуется три новых задания вызвать озарение для спутников проложить торговый путь в торонто вызвать озарение для композитов чё началось то что тут за варвары так тут тоже арена построена денег у меня уже и так немерено арты под настроем так ничего время я все починил еще зоопарк нафига нафига он запал водяная мельница за парк в риме построил разграбил караван отлично ну вот теперь можно в принципе с римом мир заключить аквилею а подождите я еще этот город не оставил себе вот так дуракорум аквилея анцы рим и кумы уступить нормально тысяча благодарностей ты еще и рад зайка ну хорошо раз ты рад то и я рад поплыли с норвегии разбираться так что мы в кумах будем чинить монумент и можем построить один торговый путь давайте из рима в афины кстати а что нам дают ислам вражеский шпион похитил технологическое ускорение ну вот так ислам святилище и храмы плюс один к жилью позволяет строить гурдвары кампусы и центры коммерции в городе этой религии дают по науке и золото стоимость миссионеров дешевле чудеса античности ну чудеса античности такси ну тут уже шесть пять и два в афины если нормально неплохой путь так что тут построились варвары замечены ходе токемуны начал а закончил строительство большой театр это нужное мне чудо я его к сожалению не построил ну что поделать так пушка поплыла рим починка военного лагеря кумы починка амбара строители надо вот тут лес выпилить и вот так три сделать три фермы и Продолжение следует... Бужимай и Конго основывает. Ничего себе названия. А кто-нибудь вообще с кем-нибудь еще воюет, кроме меня и Рима? Ну, я уже все его не воюю, правда. У меня есть повод для войны объявить священную войну. Круто. Так, авиация открылась. Пора биплан будет строить. И куда мы пойдем? Прямые паруса. Электричество в радио. Вот уголь. Как раз уголь. Знаете, что мне не очень нравится? Вот в деревьях технологий цивиков вот такие огромные расстояния между ними. Потому что ощущение... Ну, помните, вот в пятой циве тут практически, ну, прям вот так все сжато. А тут такое ощущение, что мало технологий, хотя их на самом деле много. Вот зачем вот эти пустые пространства? Вот это для чего? Или может это на моем разрешении так? Хотя у меня самое обычное 1920 до 1080. Наверное, это вообще просто самое популярное разрешение, которое возможно. Ну, и в цивиках. Ну, в цивиках чуть, кстати, поменьше, но все равно вот эти огромные пространства есть. То есть они таким образом эры разделяют, видите? Но вот почему вот так вот вместе и не поставить? Ну, не знаю, короче. Мне как-то это все странно. Так, давайте все-таки в радио пойдем. По пути тут откроем паровой двигатель и уголь найдем, и прямые паруса. Прямые... Где технология? Прямые руки. Хотелось бы мне такую где-нибудь себе заиметь. Так, мне рекомендуют центр коммерции. А я буду строить, значит, художественный музей и археологический музей. У нас что есть? Художественный музей уже два художественных незаполненных. Незаполненных. Поэтому давайте археологический музей. Нам, кстати, еще археологов надо. У нас есть археологические музеи незаполненные, нифига. Так, что мы в кумах сделаем либо починим? Да вот надо тропический лес вырубить, чтобы ускорить водяная мельница починка. Блин, вот со шпионом меня это раздражает, что его постоянно надо в контрразведку ставить. Нефть. Отлично. Пластмассовый ускорили. Кстати, я еще параллельно играю, ну вот ту, если вы помните, в стриме первого запуска я вам там показывал, что за рим, я параллельно в него играю. У меня там очень много веры, как раз через религию. Я, наверное, вам в следующей серии еще про религию тогда расскажу. Там есть несколько интересных, забавных моментов. Нафига вот дуболомы? Нафига Англии дуболомы, короче. Скифия построила в Покровке зоопарк. О, е! Вражеский шпион захвачен. Наконец-то. Ты тут понимаешь, он мне там воровать у меня хотел что-то. Цинги — это волчья яма из огромных скал, увенчанных известняковыми иглами. Да, они могут поцарапать тебе личика. О, вот оно. Ну-ка. Чудо природы на одну непроходимую клетку дает плюс одну культуру и плюс одну науку с соседним клетком. Кстати, вот эта вся тема, что в основном чудеса дают соседним клеткам что-то, она и правильная. Ну, во-первых, она взята из Beyond Earth. То есть они вот там, например, так и работали всякие штуки. А вот то, что она дает соседним клеткам, это намного правильнее. Во-первых, не будет такого, что кто-то... Ну, возможно, этим чудом можно будет пользоваться нескольким нациям. Да? Во-вторых, ну, там, мешать на этих клетках и прочее. То есть чудеса природы не настолько крутыми становятся. Не только круто, что ты их находишь и используешь. Ванцы недостаточно жилья. Ну, тогда можно просто на производство переключиться. И культуру. Вот так. Производство и культура наше все. Так, в кумах мы починили. Мы, по-моему, уже все тут починили, да? Конечно, Акрополь надо строить. Ну, слушайте, овцы бонусный ресурс. Мы, наверное, их можем собрать. Давайте-ка попробуем. То есть пока Акрополь не буду строить, я вот тут соберу. Соберу ресурс. Так, довольство, еда. Тут это все дофига. Так, я сейчас, во-первых, переключу на еду. Чтоб быстрее росло. Так, и что ж тогда построить? Канализация не нужна. Стадион не нужен. Пригород тоже не нужен, блин. Ну, давайте какой-нибудь юнит тогда строителя строить. Так, эти все ребята плывут в Норвегию. Объяснять чуваку, что он неправ. Пытаясь меня победить. Так, тут с рабочим... Что, давайте в лесопилку построим. Он хочет... Нет. Нет, нет и еще раз нет. Давай предлагай какие-нибудь хорошие вещи. Опять Пелагея там. Все, вы знаете. Вот нафига плавают коники. Эээ... То есть, это его шпион, что ли? Не пойму. Или это мой шпион? Сейн. А вот где оно тут? Пленные. О, прикольно. Слушайте, мне это нравится. Я пленного шпиона могу обменять. Ну, почему нет? В принципе... Может, на меха? Да без разницы. По-хорошему. Просто интересная механика такая есть. Пленных шпионов можно обменивать. Забавно. Мне это нравится. Так, тут варвары бегают. Хороший план, реализованный сегодня, лучше, чем отличный план, реализованный на следующей неделе. В эпохе Атома и далее. Видите, тут вот эти политики, которые плюс к производству определенной эпохи, они заменяются. То есть, я вот не могу уже сюда поставить, например, плюс 50 к производству юнитов средневековья. Ее даже тут нету. И это, в принципе, правильно. Иначе их тут бы куча была. Ну, по-моему. Подождите. Правительство может... Может фашизм поставить? Плюс 30 продукции районов к производству юнитов. Да не, демократия. Будем продолжать тихонечко культуркой всех давить. Мы и так тут по-хорошему. Три аэропорта. Исследуйте дальнюю связь. Аэропорты я вряд ли построю. Так. Каски готовы. Требуется район-аэродром. Ммм. Наблюдательный воздушный шар. Не хочу я. Воздушный шар. Аэропорт вот я хочу построить. А почему для Акведука тут нету подходящего места? Ну, хотя ладно, фига мне тут Акведук на самом деле. Так. Аэропорт? Аэродром. Не может быть построен на холмах. Ну, зашибись. Нам и не надо его на холмах строить. Вообще, я бы его вот тут построил, как бы в сторону норвежца. Но для этого хотелось бы лес вырубить. Ладно, у меня... Не буду я уже ждать рабочих. Так. Этот тоже плывет в Норвегию. И этот плывет в Норвегию. Так. Что, в Афины отправим? То есть, все по внутренним путям. Сейчас Эфес вырастет. Пергам вырастет. О, арта стоит, но она раненая. Так. Против сухопутных юнитов. Это пускай плывет. Нам надо как-то одновременно высаживаться, конечно. То есть, вначале сухопутные юниты. Вот тут сколько? Пять штук можно высадить. А потом и арту за ними. О, у меня тут... Адмирал до сих пор стоит. Бесхозный. Я о нем и забыл уже. Так, ну, на этом закончу эту серию. Следующую начну с небольшого рассказа о религии. И попробуем... Собственно, у меня единственный соперник остался. Это Норвегия. Так, судя по развитию. Выношу его и... Ну, по-моему, тут, правда, уже игра выиграна, но... Посоль... Наконец-то. Сколько я ее упрашивал посольству мне делать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пользуйтесь 2GIS. Играйте в умные игры. Ну и ждите следующей серии. Не знаю, как у меня там получится это все выкладывать. Закачиваю через мобильный интернет. Плачу за это денежки. Все мне еще никак не проведут. Нормальный интернет. Так что... Так что вот так. Как получается, так выкладываю. Я думаю, так я вам уже много интересного всего показал и рассказал. Но ходы, видите, уже долгими стали. Кстати, мне рекомендовали... Мои войска просто идут мимо. Рекомендовали, может, анимацию юнитов отключить. Но я не хочу, честно говоря, вот в первую игру отключать анимацию юнитов. Ну... Интересно все посмотреть. Так, на этом все, закругляюсь. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры.